добро пожаловать на самую большую на ютубе подборку разбору задач с параметром сегодня номер 21 сайта matos.ru с егэ 11 года и прежде чем вы напишите свой комментарий о том что я какие-то бородатые задачи разбираю вот эта идея которую мы сейчас будем разбирать встречалась на егэ в двадцать первом году и вообще так или иначе идея функционального метода встречается на егэ время от времени поэтому вероятность того что в двадцать четвертом году на егэ это тоже появится есть и от того что я разбираю задачу одиннадцатого года идея хуже не становится главное здесь набраться идей и так что собственно будем делать прежде чем перейду к разбору задачи напомню что 3 5 февраля пройдет мой интенсив по планиметрии вот темы которые мы будем в течение трех дней проходить это будет три вебинара по почти три часа но обычно не два с половиной часа занимают в первый день мы пройдем опорные задачи планиметрии то есть построим систему маленьких под задач которые встречаются в большой на задачи уровня собственно 17 задачи его потом задачи на основные конструкции разберем а потом разберем жесткие задачи из реального гига это в третий день чтобы было интересно тем кто собственно планиметрии уже достаточно она занимается достаточно хорошо решает то есть в третий день будет достаточно сложная задача на самые сложные задачи которые на его были поэтому будет в целом интересно тем кто решает хорошо и тем кто еще новичок в планиметрии стоит это все удовольствие всего 390 рублей это смешная цена за столько знаний, и такая цена низкая будет лишь до 20 января, поэтому торопитесь записаться, пишите кодовое слово «планик» мне в личное сообщение в Телеграме, ссылка будет в описании, а также подписывайтесь на мой Телеграм-канал ЕГЭ без боли, в котором я, собственно, делюсь полезностями для подготовки к ЕГЭ на 90+, я являюсь экспертом ЕГЭ и веду свой канал от лица эксперта ЕГЭ. Итак, 21-я задача, вот такая вот, из ЕГЭ 2011 года, о чем она? Смотрите, прежде всего, найдите все значения А, при каждом из которых какая-то система, да, имеет единственное решение, и вот уже формулировка заданий и единственное решение может натолкнуть нас на мысль о четности, да, то есть мы здесь будем использовать то, что если Х решение, то минус Х тоже решение, но на этом на самом деле задача не ограничивается, это вот, наверное, 20% решения этой задачи, 20% сложности задачи. Вот давайте, собственно, через четность сделаем, если Х0 решение, то минус Х0 тоже. Значит, единственное решение имеет вид, единственное решение имеет вид 0, У, да? Решение имеет вид 0, У, то есть мне здесь надо показать все-таки, что решением будет пара чисел, у нас здесь все-таки система уравнения, 0, У. Итак, что я делаю? Вместо Х просто подставляю 0, 5 умножить на 2 в нулевой степени, то есть 1 плюс 6 умножить на 0 плюс 7 равно 5Y плюс, опять же, 6 умножить на 0 плюс 4A. Хорошо. А второе уравнение нам дает Y квадрат равно 1. Кстати, второе уравнение — это очевидно уравнение окружности центра в 0, 0 радиуса 1, да, и это наводит многих, кстати, не на те мысли, то есть многие люди просто не сосредотачиваются на том, что у нас единственное решение, и начинают такие, а, ну тут уравнение окружностью, все, значит, надо строить график этой штуки, а графика этого уравнения выглядит, ну, весьма непросто, скажем так. Вот, поэтому здесь графический метод — это, наоборот, антипанация, скажем так. Значит, Y равен плюс-минус 1, и давайте найдем A при каждом из таких значений Y, да, то есть у нас получается, что 12 минус 5Y делить на 4 равно 3 минус 5 четвертых Y, и я понимаю, что... Так, 3 минус 5 двенадцатых все-таки, да, Y, 3 минус 5 двенадцатых Y, все верно, я говорю, 4A равно... Нет, почему 5 двенадцатых и 5 четвертых? 5 четвертых Y. И я понимаю, что если A равно 1, то у нас получится... Если Y равен 1, то A получится... Так, давайте вот так и запишем. Y равно 1. Это у нас A равно 3 минус 5 четвертых — это 7 четвертых. Если же Y равен минус 1, то мы получим A равно 3 плюс 5 четвертых — это 17 четвертых. Итак, вот я нашел два значения параметра A. Очень важно в этом методе, когда вы используете симметрию, да, очень важно проговорить для себя, а что за значение параметра вы, собственно, нашли. Вот A равно 7 четвертых и A равно 17 четвертых — это значение параметра, при которых 0Y, в данном случае 0,1, да, или 0 минус 1 — это решение уравнения, но не факт, что единственное, окей? То есть мы нашли те A, при которых мы имеем такое решение просто, но это не факт, что это будет единственное решение, поэтому нам нужно обратно подставить значение параметра A и все прорешать. И вот здесь начинается самая сложность задачи. Так, если я буду подставлять A равно 7 четвертых, я получу уравнение системы, точнее, вида 5 умножить на 2 в степени модуль х, равно, точнее, плюс 6 модуль х плюс 7, куда это я разогнался, плюс 6 модуль х плюс 7, равно чему? 5у плюс 6х квадрат плюс 4, собственно, потому что 4A умножить на 7 четвертых, вместо A поставляем 7 четвертых, будет плюс 7, не плюс 4. Так, плюс 7, и х квадрат плюс у квадрат равно 1. Вот такую вот систему мы решаем. Окей, значит, надо теперь нам, еще раз, мы нашли A, при которых пара чисел в виду 0у является решением, но не факт, что единственным, окей? Вот, если A равно 7 четвертых подставить, мы заведомо знаем, что 0,1 будет решением. То есть, 0,1 у нас точно решение. Я это подпишу здесь вот, чтобы иметь это в виду. И теперь мне нужно исследовать эту систему на предмет чего? Мне не надо искать еще решения. Мне надо понять, есть ли они просто. То есть, у меня уже есть одно решение, мне надо понять, есть ли еще решение. То есть, здесь, опять же, как ребята часто ошибаются, ну, не то чтобы ошибаются, да, а время даром теряют, а начинают просто пытаться решить систему. Ее не надо прямо вот решить, решить ее надо исследовать на предмет наличия еще решений. И вот здесь вот мы, собственно, будем уже немножечко графики рисовать. Давайте посмотрим на график второй функции, точнее, второго уравнения, это не функция. У нас получается окружность, окей, окружность с центром в точке 0,0 радиуса 1, это достаточно понятно, я надеюсь, все это понимают. И теперь смотрим на первое уравнение. А что, собственно, мне задает первое уравнение? Первое уравнение — это какая-то дико сложная функция, потому что, посмотрите, если я y буду выражать, то у меня получится 2 в степени модуль x, минус 6 пятых x квадрат, плюс 6 пятых модуль x. Так, что это вообще такое? Мы видим, что это какая-то функция смешанная, потому что она показательная, и квадрат, да, и степенная, еще модуль при этом есть. Ну, тут можно еще, конечно, тут сказать, что x квадрат — это модуль x в квадрате, но, в общем, пока это не важно. Но мы видим, что это очень сложная какая-то функция, она смешанная. Я не могу о ней рассуждать как-то. Я не могу даже рассуждать в том плане, что давайте ее исследовать. Могу ли я рассуждать о монотонности этой функции? Ну, пока сложно, потому что у меня есть минус 6 пятых x квадрат. Более того, спойлер, да, мы сейчас начнем, если рассуждать о монотонности, мы обнаружим, что она не является монотонной. То есть она там, по-моему, возрастает, потом немножечко убывает, потом возрастает. Может быть, даже не так, но неважно, короче, сложно будет исследовать. Понимаете, я себя производную начну этой штуки искать. Во-первых, модуль помеха, во-вторых, окей, допустим, от модуля избавимся. Мы будем брать производную, мы получим здесь производную показательную функцию, вылезет логарифм, уже неприятно. Здесь будет степенная функция, мы получим смешанное уравнение, ноль которого просто не сможем найти, ну, решение которого не сможем найти. И что мы тогда должны сделать? Вот смотрите, давайте порассуждаем следующим образом. Во-первых, я вижу, что функция четная. У меня есть либо модуль x, либо x квадрат, либо модуль x. То есть она четная. Поэтому достаточно подумать, есть ли еще решение, есть ли еще решение при x больших нуля. То есть если при x больших нуля не будет больше решений, то при x меньших нуля тоже не будет решений. И мое решение 0,1, которое я уже точно знаю является решением, будет единственным. Кстати, да, давайте-ка отметим, что 0,1 у нас решение. То есть график этой функции, хочешь не хочешь, а через эту точку будет проходить. Ну, мы видим, что это действительно так. Когда я буду вместо x подставлять 0, здесь у меня все обнулиться, здесь будет 2 в нулевой, это 1. Так, окей. Теперь, если я рассуждаю из разряда, есть ли решение при x больше нуля, это мне позволяет избавиться от модуля. То есть у меня будет вот такая вот теперь функция, плюс 6 пятых x. Окей. Так, что мы тогда делаем здесь? Ну, давайте порассуждаем об этой функции. Мне ведь надо, еще раз, мне надо лишь понять, есть ли еще решение. А в каком случае будут еще решения? Если график этой функции после нуля пойдет-таки вниз и как-то пересечет окружность, вот о чем мне надо думать. Вот он вот так вот пересечет еще окружность каким-нибудь образом или нет? Вот если он пойдет вниз и пересечет окружность, то тогда решение еще есть. Если же нет, если он пойдет вот так вот вверх строго, то тогда решение больше не будет. Вот. Выглядит как будто бы я рассуждаю о монотонности, то есть как будто бы я хочу доказать, что эта функция монотонно возрастает, но нет. Как я сказал, этого сделать нельзя. Смотрите, здесь немножечко другое рассуждение. Я понимаю, что минус 6 пятых x квадрат плюс 6 пятых x можно записать вот таким образом. Минус 6 пятых x на x минус 1. И вот смотрите, самое главное мне сейчас понять, как себя функция ведет на отрезке от нуля до одного. Потому что уже после одного мне неинтересно. После одного она, не знаю, хоть вот пусть вот так колышется. Неважно, она окружность уже не пересечет. Самое главное, пересечет ли она окружность от нуля до одного. Я понимаю, что вот эта штука при x от нуля до одного будет какой? Она будет, конечно же, так, положительной, да? Даже неотрицательной, я бы так сказал. Ну, то есть давайте мы просто построим график вот этой квадратичной функции. И вот такой вот у нас график получается. Вот такая парабола у нас есть. От нуля до одного эта функция принимает неотрицательное значение. То есть вот это у нас больше равно нуля при x от нуля до одного еще раз. Вот эта функция больше равна нуля. Эта функция просто больше нуля. А у нас на самом-то деле что получается? А, не просто больше нуля. Мы про 2 в степени x хотим что сказать? А при x от нуля до одного, опять же, да? 2 в степени x у нас больше одного даже, больше равно одного. И смотрите, что я получил. Ещё раз, я получил, что моя функция состоит из двух частей. Одна из которых больше равна единице, другая больше равна нуля, а значит их сумма, да, их сумма больше равна единице. И это очень важный вывод, потому что я показал, что у меня при иксах от нуля до одного функция не пойдёт ниже, чем вот эта вот прямая. Ну а если она не окажется ниже этой прямой, как она окружность может пересечь? То есть у меня получается, что она вот максимум вот так как-то себя ведёт. Но до окружности она больше не доберётся. Вот из этой точки вылезла функция. Вот здесь-то она будет, значит, не ниже y равно 1 и не доберётся до окружности. Вот в чём вся суть. То есть у нас получается, что решение 0,1 единственное. Всё. Всё это единственное решение. То есть больше решений нет. Есть ли ещё? Нет. Нет. Вот мы выяснили, что при а равном 7 четвёртых у нас действительно единственное решение. Получается, что 7 четвёртых мы берём в ответ. Посмотрите, какая хитрая в каком-то смысле задача. Она вначале нас пытается ввести заблуждение своей окружностью, да, и как бы намекает, что «эй, решай меня графически, потому что у меня тут окружность». И большинство действительно лезет сначала в окружность, но потом понимает, что вот это нарисовать как-то сложно. И хорошо, если догадывается, что всё-таки вот эта вот формулировка единственное решение наталкивает на функциональный метод решения. А дальше задача ещё раз внутри уже функционального метода выглядит так, как будто бы она на монотонность. Потому что вот на этом этапе я хочу доказать, что эта функция монотонна возрастает. Но если я начну брать производную эту и приравнять её к нулю, я получу сложное нерешаемое уравнение, да, смешанного вида. Ну, возможно, она даже решаемая. Но, так вот, здесь рассуждать-то надо, оказывается, иначе надо рассуждать через ограниченность, а не через монотонность. Вот такая вот хитрая задача получается. Вот, и давайте, собственно, посмотрим, что будет при а равном 17 четвёртых. Я практически полностью сейчас скопирую всё, что писал при а равном 7 четвёртых, потому что в 17 четвёртых у нас получится плюс-минус такая же ситуация. Значит, а равно 17 четвёртых. Это значит, что сюда подставляем, у меня будет 17. Теперь функцию, когда будем выражать, я ещё не знаю, есть ли ещё решение. Функцию, когда будем выражать, мы скажем, что у нас есть 2 в степени модулей х минус 6 пятых х квадрат плюс 6 пятых модулей х плюс ещё, минус, точнее, ещё 2. Вот, то есть 7 минус 17, да, будет минус 10 делить на 5, будет минус 2. Так вот, теперь снова я опять же вижу, что эта функция чётная, и я рассуждаю опять же из разряда, есть ли ещё решение при х больших нуля. Есть ли ещё решение при х больших нуля. Что я понимаю? Во-первых, ещё надо исходить из чего? Что а равно 17 четвёртых получилось при условии, что 0 у решение, где у минус 1. То есть 0 минус 1 является решением при а равном 17 четвёртых. 0 минус 1, вот это решение у нас уже есть. И вот здесь вот, казалось бы, да, по лекалам предыдущего пункта надо снова рассуждать о, там, в анатонности или ограниченности, или о чём, или ещё о чём-то, но этот пункт в разы легче. Обратите внимание, я просто сейчас, ну, это я сейчас говорю, как бы, пререшав уже задачу, но вы, решая эту задачу, тоже наткнёте, скорее всего, на этот момент. Вот мне надо же ещё раз понять, ну, теперь я знаю, что эта функция, она как-то вот, не знаю, вот там вот будет, она здесь будет минус 1 ограничена, таким же образом рассуждая, получу вот такое ограничение. Ну, это логично, у меня там было ограничение такое с такой точкой, точка спустилась на 2 вниз, ограничение тоже спустилось. Так вот, я понимаю, что у меня вот здесь вот, скорее всего, пересечение-то ещё будет, ну, как мне это доказать теперь? Так вот, оказывается, мне надо достаточно просто в единице значение посчитать. Смотрите, у от единицы — это 2 в степени единицы, да, минус 6 пятых плюс 6 пятых, что равно 0, минус 2, это 0. И мы получили, что 1, 0 — ещё одно решение. 1, 0 — ещё решение. То есть, мне даже на самом деле, на самом деле даже можно было об этом не париться. Вот это даже я не буду думать. То есть, я не буду, как в предыдущей задаче, говорить, функция отчётная, и надо посмотреть при положительных иксах. Не-не-не, я просто говорю, у от единицы посчитали, значит, 1, 0 — ещё решение. Есть ли ещё? Да. Вот оно. Всё, значит, 17 четвёртых в ответ не идёт. Таким образом, очень просто у нас ответ 7 четвёртых. Но обратите внимание на какая интересная задача, да, на то, какая интересная задача. У нас сначала есть идея чётности, то есть мы говорим, если х0 решение, минус х0 — то же решение, а потом мы, на этом не останавливается функциональный метод, потом мы сами решения тоже функциональным методом находим. Мы находим через, ну, то есть рассуждаем о том, что функция чётная, значит, достаточно рассмотреть только положительный икс, если при положительных иксах будет решение, при отрицательных тоже будет, да, если при положительных не будет, то при отрицательных тоже не будет. Естественно, это работает только при условии, что у нас окружность тоже симметрична относительно y, но оно так, я думаю, это не надо было говорить вообще. Далее я рассуждаю о том, что функция ограничена, и, собственно, вот на этом у меня расширяется функциональный метод, и поэтому я считаю, что это всё-таки очень интересная задача. И да, на этом разбор всё. Напоминаю про свой интенсив по планиметрии, который 3-5 февраля пройдёт. Вот вся информация о нём. Подписывайтесь на мой канал Юга Без Боли. До встречи на следующих разборах, и, как говорят у нас в Мексике, Auf Wiedersehen!